Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня мы обсудим, почему же появляется боль в пояснице. И если, допустим, шейный остеохондроз какой-нибудь в области грудного отдела, в области коленных суставов, но не все люди подвержены этим синдромам, хотя и большой процент людей, кто действительно испытывает болевые ощущения в тех локациях, которые я перечислила, то вот боль в пояснице практически, мне кажется, беспокоила каждого человека с подросткового возраста. То не так встал, то не так сел, то что-то тяжёлое поднял, то, возможно, какие-то ещё другие проблемы, поэтому появляется боль в пояснице. Поэтому сегодня мы очень подробно разберём, почему же у тебя появилась боль в пояснице. И с этим вопросом сегодня нам поможет разобраться потрясающий врач, специалист в области лечения болевых синдромов, остеопат, невролог Юрис Мочитов. Здравствуйте, Юрис, спасибо, что пришли. Ну и без вас в этом вопросе нам, конечно, достаточно сложно разобраться, потому что даже для меня, как для врача, всяких разных болевых синдромов может быть множество. И люди, которые, допустим, ведут сидячий образ жизни, тоже страдают болями в области поясницы. Люди, наоборот, которые ведут очень активный, занимаются больше физическим трудом, какие-нибудь грузчики, люди, кто что-то тяжёлое переносит, даже более зрелого возраста на дачах, поковырялся в грядках, и раз, а потом на две недели такой серьёзный приступ. Вот, передаю вам слово, почему это бывает, какие бывают механизмы. Сегодня будем разбираться. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, дорогие слушатели. Да, сегодня мы поговорим о такой важной теме, как боль, в широком смысле, да, глобально, о её разновидностях, но, чтобы и понимать, залокализуемся, так сказать, на пояснице. То есть примеры буду приводить по боли именно в пояснице. Зачем вообще это нужно? Эта лекция поможет нам лучше понять, что происходит в организме и как мы можем при этом справляться с этой болью. Вообще, что если по определению нам брать, да, что такое боль? Это, соответственно, сложный физиологический процесс, который, в общем-то, сигнализирует о возможном повреждении тканей или об угрозе повреждения тканей, об угрозе повреждения для организма, ну, в частности, по пояснице, да, если сегодня мы будем говорить. То есть это такой своеобразный механизм защиты, который помогает людям, нам помогает избегать опасностей или каких-то повреждений. Наше тело, как бы, ну, таким способом, оно общается с нами через боль, предупреждая о необходимости обратить внимание на какое-либо место или на какое-либо состояние. То есть, ну, если вот болит, то эта область тела, скажем так, ну, прощённо, она сигнализирует мозг, что там что-то не в порядке. И вот что там не в порядке, мы как раз-таки сегодня будем разбирать на примерах, да, в пояснице. Вот. Если мы вообще говорим о механизмах боли, по которым мы будем сегодня разбираться, то в основе их лежит это активация болевых рецепторов, которые называются ноццепторы. Ну, мы их можем просто, в принципе, болевые рецепторы называть. Вот. Они реагируют, соответственно, на какие бы существуют болевые рецепторы, на какие раздражители они могут реагировать. На механические, на термические, на химические раздражители. И, соответственно, вот это, когда они, ну, отреагировали, они передают этот сигнал сначала спиной мозга, а по спинному мозгу, по проводящим путям уже попадает в головной мозг. Мозг уже, соответственно, интерпретирует эти сигналы, и мы чувствуем боль, да, там, человек, допустим, кто, я не знаю, палец прижал, да, там, или по ноге какой-то удар произошёл, ну, здесь скорее, значит, механа, как раз-таки, рецепторы будут. По спинному мозгу в головной, и он уже, ну, обрабатывает. Вот, ну, это такая упрощённая схема боли, механизма боли, да, теперь мы будем обсуждать уже более подробно. То есть, вот первая классификация, которую я сейчас представлю, она как раз-таки основана на механизмах боли, да. И первый тип боли — это ноцицептивная боль, да, такой вот научный термин. Из-за чего она возникает? Она вот как раз-таки возникает из-за повреждения, воспаления, напряжения, возможно, нарушения кровоснабжения тканей поясницы, вот. Ну, или же, как чаще всё-таки бывает, сочетание этих факторов, да. Что такое ткани поясницы? Ну, я сейчас кратко скажу, а потом будем разбирать подробненько, там уже подробно разберём. Ткани поясницы, соответственно, это, ну, тела позвонков, суставы, значит, позвоночника, мышцы, ну, поясницы, да, мы там сегодня разбираем, и межпозвонковые диски, да, ну, вот эти основные структуры, именно которые могут участвовать в формировании ноцицептивной боли, да. Вот. Ну, подробно я говорю, мы сейчас разберём ниже. Второй вид боли именно по механизму — это нейропатическая боль. В чём принципиальное отличие от ноцицептивной? То есть если мы там перечислились, то анатомические структуры, ну, только что я их перечислил, суставы, межпозвонковые диски, мышцы, позвонки, то здесь это уже будет именно, ну, какое-то повреждение либо воспаление именно, ну, в нервной структуре, в нервах, в периферических нервах. Чаще всего поясница — это там как раз-таки нервные корешки. Вот. Это уже нейропатическая боль. То есть там она имеет свои особенности, поэтому она разбирается отдельно. Третий вид боли по механизму — это центральная боль. Здесь уже источником... Почему центральная? Ну, в общем, источником здесь является спиной мозг или головной мозг, то есть патологические процессы, которые там происходят. Почему она так называется — центральная боль? Потому что, ну, эти отделы спиной и головной мозг, они относятся к центральной нервной системе, просто по анатомии, поэтому и боль называется центральная. Вот. И четвёртый вид боли — это психогенная боль. Здесь, ну, имеют значение эмоциональные, психические причины и ведущий механизм при этом в виде боли. Как раз-таки оказываются патологические процессы, преимущественно в эмоционально-поведенческой сфере жизни человека. И, ну, нужно сказать, что при этом даже бывает в ряде случаев, что такого непосредственного повреждения тканей может как бы, ну, и не быть, ну, или оно не настолько выражено, чтобы, допустим, это объясняло, ну, выраженность боли, которая беспокоит человека. Вот. Это вот, ну, и сочетанные варианты, что, кстати, сказать, что на практике чаще всего это и встречается. То есть, вот у человека поясница болит, особенно если это хроническое. Ну, вот сейчас дойдём до этого, кстати говоря. Ладно, сейчас скажу тогда. Это мы по механизму боли, да, такие основные выделили виды боли, по механизмам именно. А ещё нужно сказать, что существует по временному фактору. То есть, существует острая боль, это до месяца она когда длится. Вот. И хроническая боль, это если больше трёх месяцев, то тогда это будет хроническая боль. Вот. Ну, и вот если по механизмам боли теперь говорим, что особенно для хронической боли, когда вот больше трёх месяцев человека боль в пояснице беспокоит, там всё-таки это по механизмам будет именно, скорее всего, смешанный вариант. То есть, частично и за счёт ноцецептивного компонента, частично там нейропатического, ну, и там психогенные какие-то факторы тоже могут добавляться. Вот. Это важно понимать на самом деле. Вот. Ну, и вообще, зачем нам понимать, да, какой тип боли, зачем понимать какой механизм боли, вот сегодня будем подробно один из видов этих разбирать. Ну, смотрите как, для врача, для специалиста это нужно делать для того, чтобы правильно подобрать тактику лечения. Вот. А для пациента, чтобы, ну, вообще, чтобы, в принципе, понимать, что с тобой происходит, понимать, как, значит, зачем специалист тебе назначает тот или иной вид лечения, и тогда, как правило, я говорю, что всё-таки там, ну, вот я как специалист по лечению болевых синдромов, пока скорее люди обращаются, ну, и чаще обращаются именно с хронической болью, потому что острая она там, ну, в течение недели, допустим, боль в пояснице прошла, может даже там сама собой, вот, ну, там в покое отдохнула, но прошло, ну, и ты как бы особо и не обращаешься. А если уже три месяца, полгода, пять лет болит, вот тогда ты уже, ну, начинаешь как бы искать варианты лечения. Ну, и их, соответственно, хроническую боль там, если по временным характеристикам именно лечения, но будет тоже занимать, ну, значимое количество времени, поэтому приверженность к лечению здесь со стороны пациента, его ответственность, она тоже важна. Естественно, когда он понимает, что с ним происходит и зачем назначает тот или иной вид лечения, то и результат будет лучше. Вот. Ну, и сегодня основное внимание я хочу уделить именно нотсоцептивной боли, да, вот которую мы первую выделили, ну, и как раз-таки на примерах боли в пояснице. Ещё раз, что такое уже нотсоцептивная боль? Это, соответственно, тип боли, возникающий в результате стимуляции болевых рецепторов именно при повреждении, да, то есть там реально прям есть какое-то, ну, возможно, даже это микро-повреждение, но оно всё равно есть в ткани. Либо, значит, воспаление, либо напряжение тканей поясницы, либо нарушение их кровоснабжения, либо, значит, сочетание этих факторов. Вот. Ну, и если от теории переходить к конкретике, то сейчас вот по очереди разберём, какие анатомические структуры и что с ними может происходить, и какие патологические состояния могут давать там боль. Вот. И первая структура – это будем разбирать межпозвонковый диск. Вот. Межпозвонковый диск – это, значит, такая прослойка между телами позвонков. Основная функция – это у него амортизационная, то есть вот эту осевую нагрузку, возникающую на позвоночник, поглощать. И первый процесс патологический, который может приводить к боли – это остеохондроз. Вот. Что такое вообще остеохондроз? Это износ межпозвонковых дисков. Они в результате этого процесса, межпозвонковые диски, они теряют свою упругость, истончаются. Это снижает их способность как раз-таки амортизировать нагрузку на позвоночник. И постепенно это приводит к образованию как раз-таки микротрещинок в диске. И вот здесь есть, в общем-то, зависимость определенная, что чем выше нагрузка физическая на позвоночник, вот эта осевая, тем быстрее будет происходить это постепенное повреждение диска. Вот. И здесь надо понимать, что… Ну, я говорю, что это постепенный процесс, то есть вот какая-то микротрещинка, одна, две, три там возникли, это, скорее всего, не будет приводить к какой-то значимой боли. Да и в ряде случаев это, в большинстве случаев, скажем так, что это не сразу проявляется болью. Да, вот. Не сразу это проявляется болью. Ну, и вот тут сразу про течение, да, этого заболевания, про течение остеохондроза скажем, что вот эти, они имеют как бы накопительный, накопительный характер. То есть вот эти микротрещинки, они в течение, чем старше, да, мы становимся, они копятся, копятся, копятся. Постепенно, значит, амортизационная нагрузка диска снижается, снижается. И потом, ну, как правило, все-таки, как это в практике бывает, все-таки какой-то еще провоцирующий такой фактор возникает. Ну, допустим, что-то тяжелое поднял, там, дернул, или там продуло, да, просквозил, как-то переохладил, да, поясницу. Или где-то в статической позе долго, там, ну, что-нибудь на огороде, да, там, долго сидел, делал. И, в общем, ну, острая боль вначале возникает. И вот здесь, когда, ну, то есть механически там что происходит? Вот в эти микротрещинки, они, как бы, ну, еще дополнительный разрывчик в диске возник. Ну, не такой еще, что полностью диск разорвался, но уже так значимый. И тут уже присоединяется воспалительная реакция. То есть там возникает уже воспаление, отек этого диска, и вот это такое обострение боли дает, да. Обычно, как это происходит, люди, ну, если уже так к лечению происходить, как правило, здесь, ну, часто, по крайней мере, так бывает, что там сам какие-то противовоспалительные, обезболивающие препараты, там, или уколы, или там, принимал внутрь, и, в общем-то, там, дня через, там, 3, ну, в течение недели, как правило, там отпускают. Вот. И, ну, часто, практически полностью отпускают, то есть там не остается никаких, вот, боли. Но, вот, боль полностью прошла, но это не говорит о том, что дальше остеохондроз не идет, если человек ничего и дальше, ну, как бы, не делает. А часто так бывает, что прошла боль, и ты ничего не делаешь. Ну, как бы, обычно той же жизнью живешь. Вот. Ну, и, соответственно, этот процесс дальше идет. Дальше копит, значит, диск эти микроповреждения, микротрещинки, все, он уже все, как бы, истончается, снижается, это его, ну, высота, эластичность, амортизация, способность к амортизации, все снижается, 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 снижается. Вот. Опять обострение возникает. Опять человек, там, пропринимал по тому опыту, значит, обезболивающие препараты, опять помогло, опять, там, боль ушла, опять, там, ну, допустим, уже через 4 месяца обострение возникает, и уже, в общем, они эти промежутки, значит, когда эта боль не беспокоит, они, как правило, уменьшаются, и уже в определенное обострение уже становится так, что уже до конца боль не уходит. То есть уже, там, простоял недельку препараты воспалительные, вроде бы воспаление, оно должно уже уйти, боль должна отпустить, а так не происходит, остаются остаточные боли, ну, или переносимость нагрузки начинает снижаться, то есть ты, там, час на работе посидел, вроде не болела, на второй час уже начинает ныть поясница, на третий час уже ты совсем уже, как бы, уже не о работе думаешь, а уже, что что-то как-то надо бы полежать, чтобы эта боль хоть как-то отпустила. И вот здесь уже, что важно понимать, что здесь механизм боли уже другой становится. Вот, здесь он, ну, во-первых, он может уже в хроническую боль постепенно вот такая боль переходить, и здесь, если, значит, такую тактику избирать, что дальше продолжать вот эти обезболивающие, они уже, как правило, не помогают, потому что уже, давайте вот от обратного, какой диск не болит межпозвонковый, да, у него главная функция, еще раз говорю, амортизационная, вот тот диск, который, у которого, значит, амортизационная способность, то есть прилагаемая нагрузка к диску сдавливающая вот эта, если она меньше, чем его амортизационные возможности, то этот диск не болит. А если нагрузка больше, то вот это напряжение как раз-таки начинает раздражать механические болевые рецепторы в межпозвонковом диске, и они уже сигнализируют об этом мозг болью. То есть, ну, вот при остеохондрозе, особенно вот если мы говорим, как вот я описал сейчас случай, то есть это уже хронизация процесса происходит, то есть вот уже хроническая боль, она уже появляется, когда нагрузка на позвоночник становится больше, чем могут, ну, вот, выдерживать межпозвонковые диски. Они, соответственно, теряют свою способность амортизировать и равномерно распределять давление. Поэтому они, ну, уже не справляются с этой нагрузкой, ну, и это дело уже, соответственно, болит. То есть это такие, ну, своеобразные весы. Если нагрузка амортизацию превышает, то тогда уже, ну, как бы эта структура и сигнализирует в мозг болью. То есть это такая перегрузочная боль, можно сказать. Вот. Ну, естественно, я говорю, что вот этот диск изнашивался, 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 вот. И, ну, постепенно это привело уже к тому, что это уже дело может постоянно болеть. Вот. И здесь, соответственно, если, вот мы уже, если понимаем, что здесь уже, по сути дела, такой механический, да, фактор ведущим оказывается, то тогда и лечение. Но я уже сказал, что здесь уже как раз-таки противовоспалительные не помогают. И здесь вот как раз-таки уже нужно лечение, тактику другую избирать. Ну, и вот я как врач-стоиопат говорю, что здесь хорошо помогает остеопатическое лечение, чтобы эту, ну, начальную боль уменьшить, да, чтобы улучшить подвижность человека, чтобы он там упражнения мог, да, делать. Вот. То есть, ну, и по остеопатическим приёмам, там как раз-таки будут всякие на тракцию, да, там поясницы, чтобы нагрузку вот эту на межпозвонковый диск, сдавливающий её, уменьшить. Вот. Ну, а если говорить о долгосрочном лечении, чтобы всё-таки избавиться от такой боли, ну, на длительный период, возможно, навсегда, то здесь, естественно, нужны физические упражнения. Я думаю, ну, я сейчас алгоритмично просто перечислю тезисно, да, какие физические упражнения используются при вот именно остеохондрозе межпозвонковых дисков. Первый вид – это именно лечебные упражнения. Они направлены на улучшение подвижности и гибкости в межпозвонковых дисках. Соответственно, ну, и это движение, оно всегда улучшает, значит, и кровоснабжение, венозный отток, ну, и локально вот это хорошее кровоснабжение, оно будет тоже обеспечивать то, что восстановительный процесс будет хорошо происходить. Второй вид упражнения, которые используем при данной патологии – это силовые упражнения, они будут, ну, направлены, в первую очередь, на укрепление мышечного корсета поясницы. Ну, то есть, здесь надо понимать, что нагрузка вдоль поясницы перераспределяется вдоль каких структур. Первый – межпозвонковые диски, которые вот сейчас мы в данном примере пострадали. Второе – это, значит, связки и капсулы суставов позвоночника. И третье – это как раз таки мышцы, да. И вот мышцы мы, ну, так попрощенно скажу, можем накачать, чтобы они стали сильнее, чтобы они на себя могли безболезненно брать большую, скажем так, нагрузку, за счет этого разгружать межпозвонковые диски, и они тогда получат возможность восстанавливаться. Вот. Ну, в принципе, там есть ряд упражнений, которые, в общем-то, и сам межпозвонковый диск тоже будут укреплять, ну, и, соответственно, он тоже будет лучше справляться с приложенной к нему нагрузкой и не будет болеть. Ну, и третий вид упражнений – это кардиоупражнения. Кардиоупражнения у них специфические. Это именно на то, чтобы улучшить сердечно-сосудистую систему всего организма, а, соответственно, мы улучшаем кровоснабжение всего организма. Ну, и локально, естественно, и поясница тоже будет чувствовать себя лучше. А любой восстановительный процесс на хорошем кровоснабжении происходит в разы лучше, поэтому этот вид упражнений тоже нужно использовать, и это в совокупности принесет хороший результат. Вот. Ну, про стеокондросы разобрали. Теперь следующие виды повреждения межпозвонкового диска – это протрузия и грыжа, да? Вместе их, я думаю, разберем, потому что схожие процессы, просто они, скажем так, по степени тяжести отличаются. По сути дела, в принципе, это, ну, и протрузия и грыжа, это, в общем-то, осложнение остеохондроза. Единственное, что я сказал при остеохондрозе – это микротрещинки в диске возникают, а при протрузии, тем более при грыже, вот эта микротрещинка, она либо накопительна, уже становится через весь радиус вот этого диска, ну, либо действительно уже амортизационная способность диска снижена, а человек, ну, что-то вот там поднял, то есть какое-то кратковременное воздействие такое механическое выраженное было. И диск лопнул, то есть эта трещинка, опять же, через радиус одного момента прошла, через весь. И вот в структуре межпотонкового диска в центре еще есть пульпозное ядро. Это такая, ну, гелеобразная структура, то есть она такая жидкостная. И она вот как раз вот в этот дефект диска, она начинает просачиваться частично, вытекнув. Ну, если вот все-таки целостность диска не до конца нарушилась, там появляется выпячивание. Это, соответственно, называется протрузия. Если диск лопнул полностью, то тогда пульпозное ядро туда частично в этот дефект вытекает, и вот это образование, оно уже называется грыжа. И теперь по течению, по механизмам боли, да, чтобы понимать, как это надо правильно лечить. Если это первоначально, как я сейчас описал, возникло, то там, конечно, будет, вначале будет воспаление, ну, 100%. Да, воспалительная боль будет, поэтому, да, противовоспалительный, опять же, как и при обострении остеохондроза, коротким курсом допустимо. Но тоже нужно понимать, что вот это воспаление, оно, в принципе, в большинстве случаев, ну, там, в течение трёх дней, в течение недели, оно, ну, основной этот компонент воспалительной боли, тем более на фоне противовоспалительного лечения, он должен уходить. Если остаётся дальше боль, значит, здесь уже другой механизм боли тоже присоединяется. В частности, который мы сегодня разбираем, ноцисептивный, да. Тут надо, кстати, сказать, что вот эта грыжа, это же выпячивание, да, направление её, куда она, она идёт, оно тоже имеет значение, потому что может быть такое осложнение, как с давлением рядом проходящего нервного корешка. Но нервный корешок – это уже, соответственно, нервная структура, и это уже будет, ну, принципиально другой механизм боли, он будет нейропатический. Поэтому мы вот это осложнение сейчас именно в этом телемосте не будем разбирать, а разберём в следующем. Вот, поэтому эту мы не будем затрагивать. А так вот, я говорю, воспаление прошло, и потом, ну, в общем-то, это там тоже механически, если это дальше остаётся боль, то это тоже механические причины боли, да. То есть вот этот диск, ну, если у него уже грыжа, то он, естественно, у него уже амортизационная способность, она уже, ну, как бы в разы ниже, чем у здорового диска. Поэтому нагрузку он переносит хуже, и, естественно, он, ну, может болеть. И, в принципе, тактика лечения там схожа, как при остеохондрозе. Просто, ну, степень выраженности здесь больше, то есть остеохондроз, скорее всего, дольше идёт, раз уже осложнения пошли. Ну, и, соответственно, лечение там, скорее всего, будет подольше. Вот это важно понимать. Дальше, значит, по структурам. Какие ещё структуры, да, могут давать боль? Это мы уже сказали суставы, да, суставы позвоночника. Вот если мы сказали, что у диска основная функция – это амортизационная, то у сустава это обеспечивает подвижность. Обеспечивает подвижность, ну, вот если отдельный мы сустав берём. Сустав что это такое вообще? Это вот, ну, две суставные поверхности костные между там отдельными костями. Ну, это вообще всех суставов, в том числе и суставов позвоночника. Вот, они соединяются, ну, между собой, то есть вот эти костные структуры покрыты хрящом. Между ними есть небольшое количество внутрисуставной жидкости. Сверху он покрыт капсулой суставов. И вот эта структура обеспечивает возможность скольжения этих суставных поверхностей друг относительно друг друга. И это даёт потенциальную возможность движения в пояснице. Ну, а само движение обеспечивает активное сокращение мышц, да? То есть мышца сократилась, и суставчик, суставная поверхность пошла скользить. И уже мы можем в пояснице, если мы говорим о основных движениях, это сгибание, разгибание, боковые наклоны и повороты. Ну, и сочетание, естественно, этих движений. И вот если, ну, вот уже к патологическим ситуациям, да, которые могут давать боль, которые именно в суставе происходят, первую разберём, это дисфункция сустава, то есть это функциональное состояние. Здесь это когда состояние, ну, вот когда вот этот сустав заблокировался, движение в нём, то есть, ну, становится ограниченным. И причём это возникает, даже бывает, что структурных изменений в самом хряще, даже вот, ну, в хряще или в костной структуре этого сустава нет. Ну, просто его, короче, это здесь подходит слово «заклинило». Вот заклинило, оно прям хорошо, то есть как бы структура так встала, что, ну, допустим, человек опять же там в наклон чуть-чуть поработал, ну, стоял и резко попытался разогнуться, и там как бы, ну, вот не на своё место он, грубо говоря, встал, и позвонок, и вот его так заклинило, и он дальше не может. И это, ну, естественно, это будет болеть. Вот. Это чисто механическая причина боли, и, ну, вот здесь остеопатическое лечение как раз-таки очень хорошо помогает, там, ну, специфическую остеопатическую манипуляцию делаешь, и, ну, человек отпускает. Вот. Ну, это мы как бы такой чистый случай, да, разобрали, когда вот дисфункция сустава, она, скажем так, неповреждённая. А вот если мы следующую причину разбираем, то есть там, это артроз, да, когда вот хрящевая ткань этих суставных поверхностей, опять же, там микротрещинки, микроповреждения, он истончается, неровно эта поверхность становится, да, то есть это и само по себе может болеть, и сустава начинает снижаться, то есть он таким тугоподвижным становится, ограниченным, в принципе, движением, и заклинивать такие суставы, как правило, заклинивание в них чаще происходит, да, но уже, я говорю, и сам артроз, он тоже уже имеет значение. Ну, и вот точно так же по аналогии с межпозвонковыми дисками, то есть там до поры до времени этот процесс происходит, скажем так, не болезненно, не беспокоя человека, там, не сильно его ограничивают в подвижности, но это, опять же, до поры до времени. Там потом какое-то обострение возникает, обострение также, оно, как правило, в механизме боли сопровождается воспалением, тоже оно лечится, человек тоже, как правило, тоже, особенно в первые разы, там, ну, какие-то обезболивающие противовоспалители, поначалу они помогают, постепенно, значит, их эффективность входит на нет. Процесс хронизуется, хроническая боль, и она там тоже, в общем-то, механическая. Вот, и, соответственно, здесь уже, опять же, в плане лечения, остеопатическое лечение здесь эффективно, в том плане, что, ну, здесь уже специфически будешь, ну, опять же, улучшать, здесь вот на улучшение подвижности именно в суставах будешь определенные манипуляции делать, да, специфически. Вот, ну, и потом, естественно, нужно тоже лечебные упражнения делать. В принципе, силовые и кардио, они также остаются, как вот мы в примере про остеохондроз обсуждали, вот, а в плане, ну, вот именно лечебных упражнений на суставы, ну, там чуть не будут отличаться, больше будет акцент именно на суставы, да, делаться. Ну, это я говорю, это уже, как бы, отдельные курсы, в частности, я проходил по реабилитации, что вот эти упражнения надо там при артрозе делать, вот эти упражнения при остеохондрозе, да, это сейчас не будем обсуждать подробно. Вот, ну, то есть, вот, если подводить итог небольшой по суставам, когда они являются источниками боли, именно ноцисептивные, которые мы сегодня разбираем, это дисфункция, ну, то есть, вот, заклинивает суставчик, ну, и артроз в них, вот. Третья причина боли в пояснице – это мышцы поясницы. Мышцы поясницы, что, какие патологические процессы в них могут происходить, это триггерные точки, спазмы, укорочение мышц. Всё это, в принципе, неспецифическое поражение мышц. Почему мы называем это неспецифическим? Потому что, ну, во-первых, любая мышца может быть подвержена этому повреждению, да, так сказать, напряжению даже скорее здесь. И, ну, большое количество факторов может это вызывать. Может быть и перегрузка мышц, да, может быть и нарушение осанки, что вот нагрузка перераспределяется неравномерно, ресурс снижается, и какие-то мышцы перегрузились больше, соответственно, они, ну, будут болеть, да. Вот, может быть, наоборот, человек малоактивный образ жизни ведёт, у него просто, ну, он растренированный, мышцы нетренированный, и там даже какая-то нагрузка, ну, там, я не знаю, какой-нибудь пакет с продуктами, но не сильно тяжёлый поднял, а так мышцы нетренированные, вот они там заспортмировались, укоротились, триггерные точки в них появились. И вот эти сами по себе, ну, вот, те же триггерные точки, они прямо являются источниками боли. Вот, и здесь что нужно сказать? Ну, поначалу это тоже может быть как накопительный процесс, ну, то есть там что-то перегрузился, где-то что-то мышца там зажалась локально, но это особо там пока не болит. Там отдохнул, вроде как прошло, да. Но постепенно это имеет тоже накопительный характер, там мышц поясницы много, и там, если большое количество уже вот этих триггерных точек появилось, большое количество мышцами поражено, может это и остро, значит, заболеть, чаще становится обострение. Ну, и вот такая вот, это называется ещё миофасциальная боль, она часто переходит в хроническую. Почему ещё так происходит? Потому что я вот говорю, что артроз, там, и остеохондроз, когда мы обсуждали, когда обострение, там вот именно воспаление это помогает хоть, ну, хотя бы на время, да, снять препараты. А вот здесь вот эта мышечная боль, вот здесь как раз-таки противовоспалители не работают. А чаще того всего они на слуху. И то есть там человек уже там их месяц принимает, а у него всё равно, блин. Вот. В общем, мы к лечению, да, постепенно переходим. Здесь, если теоретически брать по, значит, что мы можем в плане медикаментов, да, попробовать сделать, это вроде бы как миорелаксанты, да, ну, которые вот у них механизм действия основан на том, чтобы расслаблять мышцу. Но если честно, на практике я чуть не очень вижу эффективность этих препаратов. Здесь вот как раз-таки всё-таки, ну, вот наши остеопатические техники хорошо работают, рефлекторно может там определенными способами расслабить и этот триггер, да, инактивировать его, и спазм брать, ну, и укорочение. Ну, и массаж тоже там хорошо помогает, особенно если так специалисты глубоко прорабатывают мышцы, то прям хорошо оно, вот даже если хроническая боль, но если вот поработали как надо, оно там пара сеансов, ну, по крайней мере, улучшение хорошее приносит, да, вот. А вот я говорю, препараты здесь, ну, противовоспалительные, у них вообще точки приложения нет, потому что не тот механизм боли. А миорелаксанты как-то вот, ну, не знаю. Есть там, мне кажется, это там прямо на такие дозировки, что тут вообще, оно же не только поясницы мышцы, препараты, они же кровотоком разносятся по всем мышцам, и там скорее какая-то побочка выходит, что человек их принимает, и у него какая-то слабость, сонливость, и, ну, всё так расслабило, что ты, как бы, в общем, польза, она, как бы, меньше, чем побочка, которую оказали, вот, и ты там работать уже не можешь не за то, что болит, а за то, что ты просто, ну, ослаб. Вот. Ну, естественно, вот острую боль там, и вообще боль там, если она уже хроническая перешла, мы там массажем, остеопатий уменьшили, сняли, да, ну, а потом, в общем-то, тоже, если мы говорим о долгосрочных лечениях, то надо мышцы, здесь какие методики работают, на растяжку мышц, да, тоже она хорошо боль уменьшает напряжение, укорочение мышц снимает, но и укреплять их надо, потому что, я говорю, вот если мышца слабая, то даже приложена к ней нагрузка небольшая, она приведет к тому, что, ну, может разболеться. А если мышца сильная, то тогда она и нагрузку будет хорошо переносить, и не будет болеть. Поэтому укреплять, ну, надо. Ну, другое дело, конечно, это должно быть все дозировано, в принципе постепенности в тренировках он особенно работает, поэтому тут надо, ну, определенный алгоритм соблюдать и обращаться, ну, к специалисту с этой целью, да. Вот. Это по мышцам, да, нотоцептивная боль, которая исходит из мышц поясницы. Теперь нарушение кровоснабжения. Здесь, здесь что может быть, ну, почему, как мы обозначили, да, может болеть? Малоподвижный образ жизни, да, то есть там сидячая какая-то работа, то есть мы, в принципе, ну, пускай еще там прошло не так много времени, может еще остеохондроза сильно нет, артроза нет, там, в этих триггерах, мышцах. Но вот эти сами по себе застойные явления, то есть если ты мало двигаешься, там венозный застой происходит, кровь плохо, кровообращается, а у нас у кровоснабжения основная роль – это доставка кислорода и питательных веществ к тканям, ну, а венки, венозный отток, он для того, чтобы уже отработанную, скажем так, кровь, уже там, с какими-то токсическими веществами, углекислым, газом, ее, наоборот, отводить от ткани. Соответственно, если кровоснабжение страдает, то этот процесс, он тормозится. Он, конечно, полностью там при, ну, вот, той ситуации, которую я описал, не происходит, но, тем не менее, определенный недостаток кислорода и питательных веществ, ну, все ткани, получается, позвоночник, который мы сейчас выше перечисляли, они начинают испытывать, и это вот, ну, уже так называемые хеморецепторы, да, они уже, хеморецепторы болевые, они начинают на это реагировать, и начинается боль. То есть здесь это вот, ну, такая вот ноющая боль, противная, да, такая, что прям человек хочет там подвигаться, но если, бывает, я говорю, там какие-нибудь планы, да, там люди сдают, там печатают это, там сутками не могут они встать, там что-то как-то поразминаться, тем более там в зал сходить, и вот прямо эта боль, она, ну, такая вот изнуряющая. Вот, ну, и, соответственно, по лечению здесь тоже, значит, никакие противовоспалительные тут не будут работать, никакие мелаксанты тут не будут работать. Вот, здесь, ну, такие физические методы нужны, хорошие слова, да, то есть остеопатия работает, массаж работает, физиолечение, физиопроцедуры работают, вот, ну, первоначально, да, чтобы эту боль снять, ну, а потом, чтобы долгосрочный эффект иметь и, ну, и для профилактики, чтобы эта боль не возникала, и чтобы, если она уже хроническую перешла, чтобы ее убирать, ну, естественно, нужны упражнения. Причем здесь упражнения, вот здесь, здесь будут как раз-таки на коне делать акцент на кардио, да, чтобы сосуды тренировать в первую очередь, ну, и в том числе и в пояснице, они там будут хороший эффект оказывать. И теперь, вот мы основные механизмы боли разобрали в пояснице, и теперь нужно сказать, что смешанный вариант. И это, я говорю, это самый частый, что все равно, вот так я по кусочкам разобрал, но оно на самом деле все вот вообще взаимосвязано. То есть какие-то, это же процессы, они параллельно идут. Вот, ну, допустим, какая-то есть нагрузка, да, там человек, там, ну, физический труд, да, большой какой-нибудь, водители часто там работают, у них поясница страдает, потому что там еще стукают их, если какие-то особенно большие грузы, да, или человек, вот, малоподвижный образ жизни, да, и ведешь, что, ну, нет там движения, нет кровотока, они, соответственно, все вот эти процессы, остеохондроза, артроза, они на плохом кровоснабжении, они быстрее начинают происходить. Ну, и если осевая нагрузка, да, там, есть, они тоже быстрее все эти ткани начинают изнащиваться, вот эти микроповреждения, они копятся, вот. Вот, плюс где-то, допустим, сустав заблокировало, соответственно, позвонок подскрутило, а вот эта скручивающая нагрузка, она тоже идет на межпозвонковый диск, соответственно, в нем вот эти, ну, процессы микроповреждения, они тоже начинают ускоряться, плюс рефлекторно начинают спазмироваться мышцы в пояснице, мышцы спазмируются, ограничивается там подвижность, а сосуды, они как раз-таки залегают, неизолированы же в пояснице, а вот между этими мышцами они там вот такими сеточками проходят, вот, соответственно, их поджимает, и вот этот особенный венозный ток начинает страдать. И вот оно получается, что по всем структурам есть определенный, значит, патологический процесс, и это все вот так вот накапливается, и потом оно здорово начинает болеть, и хроническую боль переходит. Ну, и, соответственно, ну, а по лечению надо вот все, вот, в общем-то, сочетание тех методик, которые я перечислил, мы их и будем использовать. Другое дело, конечно, что при смешанном варианте чаще всего все-таки и бывает, что, ну, какой-то компонент, скажем так, преобладает, вот, но другие компоненты тоже не надо списывать со счетов. Ну, допустим, преобладает межпозвонковый диск, но почему бы не разблокировать сустав, да, не улучшить в нем подвижность? Это уже часть, значит, сустав начинает лучше работать, часть нагрузки с диска, он начинает лучше свою функцию выполнять, часть нагрузки с диска уже ушла, там, пускай там на 5%, на 1 даже процент, но уже диску лучше живется. Мышцы, опять же, ты триггер инактивировал там, порастягивал ее, все, мышца, значит, она уже, она там рефлекторная стригерная точка, она хоть мышца и укороченная напряжена, но она слабая возникает рефлекторная, если она болит, эта рефлекция, да, такой срабатывает, что эту структуру человек, ну, как-то старается не напрягать, да, чтобы эту мышцу, потому что, а то сильнее боль будет усиливаться. Соответственно, она слабая свою функцию не выполняет. Триггер инактивировал, она начинает лучше выполнять свою функцию, соответственно, еще там 5% на себя нагрузки взял, опять диск подразгрузил, да, плюс кровоснабжение было плохое, мы там, ну, определенно, вот эти манипуляции поделали, кровоснабжение улучшилось, соответственно, доставка кислорода, питательных веществ к диску улучшилась, еще ему на 10% легче стало жить. Ну, и те специфические, да, которые методы именно на диск мы поиспользовали, и ему совсем хорошо стало. Вот, поэтому, ну, такая тактика лечения, такие методики я, в частности, в своей практике использую. Ну, и вот так, по крайней мере, я понимаю механизмы боли и как это именно в практике использовать. Ну, и что самое главное, люди, которые, к сожалению, столкнулись с этой проблемой, как вот Ольга сказали совершенно правильно, что там, ну, большое, огромное количество людей с боли в повеснице сталкивается, ну, с острой, да, там, вообще подавляющее большинство. Хроническую, конечно, не у всех переходит, но тоже в большом количестве случаев, поэтому особенно им важно понимать, как формируется эта боль, что под ней понимать, и самое главное, как с ней бороться. Вот, ну, я думаю, достаточно сегодня будет. Да, спасибо большое, очень интересно. Но здесь хотелось бы вот немножечко подытожить, что все равно сам человек не разберется, какой у него тип боли. Здесь обязательно нужно обращаться на прием к врачу, да, специалисту, ну, просто так ничего не принимать, как вы уже сказали, во многих случаях там те же самые противовоспалительные обезболивающие просто не помогут, поэтому важно вовремя обращаться за помощью, не тянуть, не ждать. Ну, и, конечно же, помнить про укрепление своего иммунитета, своего здоровья. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. Восстанавливает потенцию, профилактирует развитие сексуальных дисфункций, повышает либидо, улучшает качество твоих сперматозоидов и тестостерон. Абсолютно натуральный состав. Содержит цинксилен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншени и йохимбина, которые являются афродизиаками, натуральными адаптогенами и улучшают мужское здоровье с первых дней приема. Абсолютно натуральный состав, не содержит тяжелых металлов, красителей и ароматизаторов, подходит для регулярного длительного применения. Принимать по одной капсуле два раза в день, баночки хватает на курс на месяц. Ссылка будет в описании под этим видео. Юрис, спасибо вам большое. Для записи на прием к Юрису ссылочку мы также оставим в описании на страничке под видео. Не терпите боль, вовремя записывайтесь и избавляйтесь от боли. Пока-пока и до новых встреч!